Ну что, Лерочка, ты зажгла тут публику? Подготовила? Еще пока я не разогрела. Вот я просто вижу, мама не аровки накрасила. Даже я постригла, у меня были очень длинные цапки. Я прямо на трассе спила, от линии от своей. Я тоже не стригу, короче, ничего не делаю, да. Вот ресницы спала. И это тот момент, Лера, когда нам приходится готовить себя. Ну, вам, девочка, там, наводить макияж и прочее, а нам, парням, хоть причесаться. Перед выходом не на улицу, а в прямой эфир. Прикольные времена. Слушай, я на улицу хожу, вот как есть, в прыщах, не причесанная, просто в домашних трениках и майке. И как бы иногда меня пугаются, но ладно, пусть лучше пролезут. Ты надеешься этим, что будешь отпугивать полицейских? Я еще пока не пробовала. Я хожу поздно вечером просто на площадку, на спортивную, поэтому мне... Ну, у меня напротив как бы полицейский участок, но, наверное, они меня не видят в темноте, я не знаю, но пока еще не пытались там за мной охотиться. Короче. Да, а теперь здравствуй тебе, здравствуй те, все остальные, кто присоединяется потоком, многочисленным потоком. Главное, что я хочу сказать с Романа, вот, Роман у нас тренер, персональный, правильно? И специальный питание. Также ты фруктоед. Сколько ты уже фрукторианец? Вот второе слово более точно отражает мой стиль питания. Фрукторианец, не фруктоед. Три года с небольшим. Три года. Получается, смотри, ты с вегетарианства переходил на уже питание такое с фруктами, или как? Как у тебя это произошло? 2011 год. Бамс в один день, в один какой-то февральский день, вдруг я понял, ага, а ведь я уже неделю обхожусь без мяса, и это значит, что я могу и дальше. Ну, потому что уже накопился какой-то опыт, ну, точнее, знания, которые мне помогли отказаться от всего этого. И я в этот один день замечательно принимаю решение отказаться от мяса, рыбы, морепродуктов и алкоголя. Все, 2011 год. А потом... А вот за один день, да, получилось у тебя? В один день. Да, но... Ты знаешь, я не считаю, что у меня прям вот какое-то очень уж крутое решение. То, что у меня в один день и алкашка, и трупы животных ушли, это, да, я самому себе благодарен за это. Я еще какое-то время бухал водку. Ты? Я бухал водку. Ага, вот оно что. Ну, я помню, я помню, что за месяц до этого... За месяц до этого я еще любил с вареными креветками попивать темного певчанского. Поэтому было дело, да. А потом, а потом уже спустя три года, наконец, я стал понимать, что и сыроедение, очень кайфовая тема. И я решил от яиц отказаться, потому что я с ними ударный омлет делал, ну, знаешь, пять белков в омлете для меня тоже было нормой. И, кстати, благодаря этому овалакто-вегетарианству я самое большое в своей жизни весил. Это 89 килограмм до 89. Ну, ты на фото очень крупный там, на самом деле. Ты прям вот огромный там. То есть вот прям мужчина такой прям в теле. Ну, не жирный, но как бы массивный. Там это где? На каких? На фото, которую ты выкладывал, где ты вегетарианец на максимальной массе. Да, 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 совершенно верно. Вот, и как ты оцениваешь, вот ты перешел, получается, то есть ты вегетарианец был, потом ты стал уже есть все сырое, да, в основном. То есть как ты оцениваешь, как у тебя форма поменялась, ощущения твои, что случилось вообще? Здоровье там? Ты знаешь, вот будет неполным рассказ мой, описать моего перехода. И на самом деле это, вот сейчас я воспринимаю все это не как мой такой длиннющий рассказ о том, как я шел к вегетарианству и прочего, а мой опыт. Я хочу поделиться своим опытом действительно, что происходило. И ты правильно отметила, что в один день, с одной стороны, это может быть слишком резко, но я всего лишь от рыбы, морепродуктов и трупов животных отказался. И только потом уже постепенно я стал убирать там яйца, а потом молочку. Потому что ты смести, пожалуйста, камеру, а то не видно твоего личика прекрасного. Не подкидывая, блин, пожалуйста, чуть-чуть видно. Так, я сейчас еще подниму, и я так бы... Ну, короче говоря, в 2014 году, я, кстати, также в феврале, я понял, что сыроеедение – это классная тема, и я убрал яйца. Но у меня еще молочка оставалась. Ты знаешь, почему-то в тот момент я еще держал вот эту идею, что нужно много белка. И, блин, как я могу из сырой пищи взять этого белка в достаточном количестве. И еще 2014 год, и, наверное, немножко 2015-го я захватил, когда у меня еще молочка была. Вот, поэтому я плавно, у меня вот на протяжении всех этих девяти лет у меня плавное движение было. И вот, наконец, в конце 2016-го года, та тема, о которой мы с тобой поговорим, обсудим, я начал внедрять смузи. Смузи, зеленые коктейли. И они у меня были минимум один, а максимум даже три. А мне нравится вопрос про смузи? Тебе вот именно зеленые нравятся смузи? Какие смузи ты любишь? Расскажи. Нет, я люблю сладкие смузи. Я вот я каждое утро пью. Прямо кошмар. И классно. И классно, что ты этим наслаждаешься. Другое дело, что я понимаю ценности зеленых коктейлей, когда там очень много зелени. И поэтому я их все равно делаю сладкими. Ну и вот у меня... Слушай, вот трава хорошая, я недавно с мятой делала, она сама по себе сладкая, когда ее перемалываешь. То есть и пшеница, она сладкая сама по себе, без сахара. Потому что ты уже очистила свои, ну так сказать, пищевые рецепторы. Поэтому для тебя этой сладости достаточно. А у меня даже на тот момент еще там... Да, короче говоря, я только в прошлом году смог наконец-то отвязаться от халвы. Вот из всех вредных продуктов. Ты больше не ешь халву? Нет, наконец-то. Наконец-то меня это отпустило. Ломка закончилась. А что ты сладкое любишь тогда есть, скажи? Если ты хочешь сладкое, что ты ешь? Однозначно фрукты. Просто, смотри, у нас нормальный набор, на самом деле, для того, чтобы удовлетворить свои вкусовые рецепторы. Я каюсь, я еще иногда там мед подъедал, да. И вот, ну это была такая борьба между, ну, мед хотя бы полезнее для здоровья. Я понимаю, что он не совсем по вегану, да. Не этичный, да. Да, это не совсем, не до конца этичный продукт. Я это прекрасно осознаю. Но почему-то халва держала. И вот, в итоге, либо халва, либо мед, либо совсем уж сладкие фрукты, такие как хурма, дыня, арбуз. Если, конечно, удавалось найти такие сладющие арбузы. И, па-ба-ба-бам, что еще? А, помелла, да. Помелла обожаю. Яблоки. Ты знаешь, в какой-то был момент, у меня прям несколько месяцев, ну, я всегда любил красные яблоки, всегда любил вот аромат настоящих яблок. И поэтому красные сладкие яблоки также меня вымечали. Да, они тоже такие сладкие. В магазине они готовят вообще без вкуса. То есть, ты вот покупаешь, а они, ну, вообще, то есть, не чувствуешь вкуса. Ты купил, там, ешь, и ничего не понятно. Лер, ты настолько гениальный вопрос задала, что у меня такой же гениальный вопрос. Путем выбора. Просто пробуешь, пробуешь. В магазине я пощакал. Почти что. Аромат. Понимаешь, первое – это аромат. Вот когда ты проходишь мимо полок, оп, да там же аромат яблок этих. Возвращаешься и набираешь. На самом деле, на самом деле, это эксперимент. Действительно, сегодняшний мир дает нам, с одной стороны, разнообразие всех продуктов, не только фруктов, вообще всех. А с другой стороны, это, блин, засада по качеству. И, конечно, самый-самый крутой выбор, самый лучший, эффективный выбор – это поехать на Фудсити и там закупиться. Но не всегда у меня есть такая возможность, поэтому… Ну, она все-таки нужна, наверное, если большие закупки делать, да, все-таки? Ну, на себе не всегда унесешь, наверное. Конечно, однозначно. А это означает, что на такси туда, на такси обратно, ну, что-то как-то по деньгам уже не так Камильфо выходит. Так вот, путем выбора перебора. И я обнаружил, что в магазинах очень часто бывает примерно одна и та же партия. Ну, это точно можно распространить на… Вот я ездил в Турцовске. Бывали некоторые продукты вот точно такие же, как у меня в Пятерочке где-нибудь тут. И цена, причем идентичная. Ну, не всегда. Бывает вот по-разному. Бывает даже дороже на рынке, а бывает дешевле, там, в пять раз на рынке. То есть, кашляй по кругу. Я имел в виду, что цена в магазинах. Ну, мы с тобой, я думаю, что все наши подписчики… Кстати, ребят, вы задавайте вопросы там, где есть знак вопроса, рядом с сообщением внизу. Вы задайте вопросы, а мы их будем разбирать и отвечать с удовольствием. Чтобы это не было просто диалогом между мной и Лерой. На самом деле, много, что, я думаю, обсудим. И один вопросик, на самом деле, тут уже есть. Ну, давай ты пока прочитаешь его, я отвечу на твой вопрос. В общем, путем перебора. Чаще всего я оттовариваюсь, так сказать, в самом ближайшем магазине. От меня просто два шага сделать. Вот реально из подъезда два шага сделать, и ты уже находишься в Билле. Там, мне повезло, достаточно хорошее и разнообразие, и хорошего качества фрукты. И когда вдруг я там в каких-то других магазинах бываю, даже Пятерочка, да. Перекресток, по-видимому, свои, имеет поставки. А вот Пятерочка, ну, иногда в магнит залетаю. Я вижу, что у них примерно одинаковые поставки. Но, насколько я помню, Перекресток — это X5 на Tail Group. То есть у них, в принципе, то же самое, что в Пятерочке, в Ашане и в каких-то еще магазинах. То есть, в принципе, одна группа, по сути. По сути, да. Ну, вот смотри, меня окружают прямо рядом Билла, чудающая Пятерочка, магнит, один неизвестный магазин, ну, то есть в широком кругу, и Спар. Намного дальше находится Перекресток. Так вот, Спар бывает, дает хорошие цены, но это очень редкие. Как правило, там действительно хорошего, очень высокого качества фрукты. Но цены гораздо внушительнее, чем даже Пятерочки. Но при этом качество. То есть приходится выбирать. Иногда надо по разным магазинам бегать и смотреть, потому что бывает там как бы одно и то же, а где-то скидка где-то нет. Ну, это да. Ну, в общем, вот путем перебора, путем поиска. И, как правило, эти партию, если завезли в магазин, она же не заканчивается через сутки, двое-трое. Она, как правило, даже месяц может находиться. Ну, и все, и ты знаешь, что вот эти панелы точно будут вкусные, эти яблоки точно пахнут. Ну, и все, и вот так подбираешь. Подбираю. Ну, я не люблю, когда человек говорит о себе в третьем лице. А получается все равно, как бы, вот, то, что нужно. То есть ты как бы покупаешь, она вроде нормальная, ты приходишь на вкус, ну, как-то везет, там, один из десяти, короче. Да, да, чаще как повезет. Это всех фруктов касается. Киви, винограда, даже клубники. Как фрукториалис ты бы хотел поехать сейчас, например, или вообще жить на острова, или там чаще находиться, чтобы есть непосредственно более хорошие продукты, потому что там все-таки, ну, вообще другой вкус. То есть ты там ешь эти фрукты, и они абсолютно другого вкуса. То есть ты бы хотел... Я полностью согласен. Ты одну точную фразу про меня сказала. Какое-то время находиться там. Вот постоянно я понимаю себя. Я бы не смог все время находиться в одном месте. Мне нужна движуха, во-первых. Во-вторых, где-то там вещать, так сказать, вот только при помощи прямых эфиров с острова. Ну, это слишком жизнь для себя. А мне хочется для общества что-то ценное делать помимо постов. Мне хочется и находиться на наших Вегмарт, Веглайф-экспо и тому подобных мероприятиях. Поэтому на острове я бы не выжил. А так, конечно, в идеале... Я уже расписывал, на самом деле, шутерянство. Я подразделяю на три по деньгам. Три типа. Сейчас поделюсь, потому что я еще пост об этом не делал. Первый вариант – это как раз пятерочка и магнит. Вот самые дешевые фрукты, то есть яблоки, апельсины и мандарины. Второй вариант – это уже побольше ассортимент, когда и подороже, и побольше, и виноград, и киви, и ананасы, помело и тому подобное. То есть от 100 рублей за килограмм до, ну, наверное, 300. Это вот в среднем. Может быть, иногда себе там позволяет такой человек манго тайский, папайя. Просто я бы, наверное, за это манго что угодно бы сделал. Но только желтое, тайское. Ну, кстати, зеленое тоже люблю. Оно вот в Таиланде, охренительно вкусное зеленое. Оно какое-то такое длинное прям. Оно прям витаминце там чувствуется. И прям, о, господи, вот настоящая манго, которая там, это, ну, не сравнить даже, когда я покупаю у азиатов здесь. То есть оно такое же, но оно как-то по-другому уже пока едет. Оно на вкус по-другому чувствуется. Я не знаю. Может, мне кажется. Я абсолютно уверен, что тебе не кажется, поверь мне, действительно, что плоды там и которые привозятся сюда, они абсолютно разного качества. И все объясняется очень просто. Как ни крути, всем и ритейлерам пятерочка и тому подобное, и биллы, и даже тем, кто, ну, доставляет нам экзотические фрукты, им приходится оттуда привозить немного, но незрелые. Иначе… Крахмала, да, вот этого, который должен быть, как бы сахар вот этого? Крахмал, это вот самый простой пример про крахмал – это бананы. Почему вредны даже в какой-то степени зеленые бананы? Да потому что крахмал, который должен трансформироваться в хорошие, правильные углеводы… Нас тут спрашивают о теме. Мы должны здесь озвучить. Перейдем. Ну, тема, на самом деле, я в сторис постила. У нас тема сейчас про очищение организма, про питание на фруктах. И, соответственно, еще будет сейчас небольшой анонсик от меня. Я просто кое-что задумала, и поэтому я, на самом деле, сейчас отзваниваюсь с Романом. Вы потом тоже все это послушали, чтобы я не смогла скачать с темы, скажем так. Ясно, ясно. Я удивлен, но к тебе присоединяется очень много парней. А у меня всегда почему-то много девушек. И я поэтому озвучил, как постранить на фруктах. Ну, парни тоже хотят постранить, ну, как бы кроме шубы. А, да? Не знал, не знал. Хоть клиенты и там, я хочу худеть. Он там и так вот такой палка, ну, чуть-чуть жирок есть, но по факту надо мышцы наедать. А там, ну, я хочу худеть. А куда ты худеть собрался? Ты и так вообще вот такой же, как девочка почти. То есть, и куда вообще? На самом деле, большинство парней, вот тех, кого я наблюдаю, кто на фруктовом питании, они практически все прям дистрофаны. И дистрофаны с какой позиции? Ну, наверное, с позиции фитнеса. Потому что мы воспринимаем любое тело. Бодибилдинг. То есть, просто с фитнесом. Лер, я всю эту индустрию называю фитнесом. Фитнес-индустрией. Там и бикини, и бодибилдинг, и мэнс-физик, и кроссфит. Я всех сюда причисляю. Я надеюсь, ты меня здесь поддерживаешь. Поэтому с их глазами, конечно же, такое тело, оно друщевое, оно худое, и на него невозможно смотреть. Я сторонник красивого, ну, такого, знаешь, Аполлона хотя бы. Хотя бы Аполлон Бельвендерский. Правильно? То есть, должен быть треугольник красивый мужчина. Да, да. То есть, она более-менее, она должна быть шире, чем твоя попа. В любом случае. И шире, чем твоя талия. То есть, если у тебя там талия, как у кота Виталия, то есть, ну, тоже. Да, солидарен с тобой. Должны быть, действительно, более-менее широкие плечи, более-менее выразительная грудная клетка, хотя бы с рельефом грудных. Ну, в общем, не ребра должны толчать, а кое-какой рельеф мышц. Поэтому, когда ты исключительно на фруктах, и когда ты ничем, кроме ходьбы, не занимаешься, это прискорбное зрелище, я считаю, что тело должно быть развитое. Конечно, в идеале, когда человек, сейчас я уже не буду про себя говорить, когда человек в целом развивает свое тело по полному кругу функциональности, оно не только пропорционально симметричное по мышцам, но еще и более-менее сильное, вносливое, гибкое, и та самая функциональность. То есть, знаешь, вот этот круг, когда в разные стороны левая рука в одну, правая в другую, вот это вот называется функциональность, когда ты умеешь управлять своим телом. Это однозначно должно быть. Слушай, вот про вопросы интересно. Вот у тебя видно, что там вопросики всплывают? Потому что я вот нажала, но мне вопросы только из сторис, как бы ответы даже появились. Наверное, это потому, что мы... А, нет, прошло 16 минут назад, это внизу, оказывается. Смотри, скорее всего, только ты будешь видеть вопросы, потому что я гость у тебя на эфире, поэтому тебе нужно... Только мне видно. Да, да, скорее всего. У меня, по всей видимости, вот ответы на сторис, они смешались с эфиром, и, короче, спрашивали, можно приготовить продукт во время карантина. Мне несложно. Ребята, я все выкладывала, но Рома, он не готовит, он ест сырое. Ну, готовка. Готовка в виде смузи, готовка в виде помыть и разрезать, это то же самое. Так, тут спрашиваю про витамины, В12, йод, витамины Д. Я принимаю отдельно витамины по необходимости. Вот, Роман, не знаю, Ром, ты принимаешь В12? Уже больше трех лет, никаких витаминов. Дополнительно ты ничего не принимаешь. Единственная моя добавка, это растительный протеин. Единственная. Ну, не спортические бывают, а бывают просто вегетские, да, у тебя? К счастью, для меня нашлись, ну, короче говоря, те ребята, с которыми я когда-то сотрудничал, сам протеин компания, они делали протеин из подсолнечника. Но он, честно говоря, теперь уже мы все понимаем, что он все-таки не по сыроедным характеристикам был. А вот сейчас ребята нашли новых производителей от нескольких из России, все они только лишь российские, которые делают протеин из, ну, добывая белок из, арахисовый протеин, тыквенный, няной, также подсолнечниковый, абрикосовые косточки, грецкий орех. Кажется, ничего не забыл. По идее, там должно быть, я должен был 8 наименований озвучить. И они все без тепловой обработки. Они все, в отличие от того подсолнечникового, без химической обработки. Поэтому они годятся абсолютно всем, кто хочет по-настоящему натуральный вкус иметь. Да, конечно, те, кто привык к обычному заводскому протеину с огромным списком ешек, загустителей, усилителей вкуса, цвета. Протеины мы даже не рассматриваем, это мусор. Ну все, в общем, да. Те, кто привык к тому виду протеина, они не совсем поймут. И цвет другой, он у нас бывает и серо-буро-козюлистый, понятное дело, что там тыквенный. Реально, там структура другая, она не кремовая, она не молочная, она какая-то такая рыхлая, иногда песочная. Ты его как ешь? Ты его добавляешь в смузи или ты его отдельно пьешь? Скажи мне, что ты делаешь? Только отдельно с водой, только лишь. Ты стараешься моно есть продукты или как у тебя это смешиваешь? Что ты делаешь? А почему ты это делаешь? Чаще всего я в режиме моно. Я увидел, что у меня так лучше все усваивается, не бурлит, когда у меня... Ну, в общем, я уже приучил организмы к этому, и я вижу, что отлично пищеварение отзывается на фрукты. Смузи я тоже люблю, да, было дело, и они мне, кстати, в какое-то время, ну, когда я их очень плотно употреблял, вот сначала с конца 16-го года, а потом 17-й год, ну, и немножко середина, наверное, 18-го, я действительно благодаря им на хорошую массу набирал. Аж до 84-х я умудрился тогда набрать, поэтому... А в каком питании это было? В гитрасте или ты уже сыроедел что-то? Все, все. Я считаю, что так, четкая точка, откуда у меня начинается, ну, хоть какой-то из этих разделов нашего питания. Вегетарианство, да, это первый, 2011-й, а потом такой полусыроедческий с молочным белком, потом вегетарианско-сыроедческий, и, наконец, фрукторианство, оно начинается с 17-го года чистое. И вот поэтому я... Подожди, вопрос. Вот если ты сыроедел, зачем тебе сыроедение не устраивает? Почему фрукторианство, и почему надо иногда и питаться молно? А что такое? Почему надо отдельно яблоки там есть от апельсинов, я не знаю, то есть зачем? Ты знаешь, на мой взгляд, очень хорошо организм усваивает только лишь один продукт. Вот тогда он его полноценно усваивает. И... А усваивает, имеешь в виду, за какой период времени? То есть, сколько должно пройти, прежде чем яблок, яблок должна пойти что-то другое покушать? Сколько времени должно пройти? Я думаю, что от 30 минут до часа тебе вполне должно хватать. 30 минут, теперь полтора часа. Но что такое я должна после? Ну, ты никому не обязана. Ну да. Голод. Все решает голод. Вот понимаешь? То есть, смотри, вот если апельсины, они вызывают как бы такое желание поесть, то есть, вызывают чувство голода, и там немножко меняется вот этот кислотный баланс, правильно, да? Щелочной кислотный, он как-то все равно в желудке меняется. Вот я объелся с такого, с витамином С чего-то очень, и очень хочется после этого поесть что-то более плотное. У тебя такое вообще, как что-то с этим вело? Что такое бывает? Я не чувствую кислотность, потому что я не ем, не употребляю кислые продукты. Я могу более-менее сладкие, но кислые не люблю. Поэтому я всегда наедаюсь несколькими плодами. Это может быть мандарин, но тогда это будет 4-5-6 штук. Это может быть этот самый помелло, но тогда это будет один крупный плод. Вот я его, я им объелся, и мне это хватает. Подожди, ты говоришь, ты кислые не ешь, а что ты тогда не ешь? Какие продукты ты не ешь? Что ты исключаешь? Из фруктов. Ну, вообще. Из фруктов, да. Ты знаешь, я давно, я уже забыл, когда я ел киви, например. Ну, потому что, не знаю, почему-то они для меня кисловаты. Я не любил грейпфрукты, правда, был у меня такой период, когда попались сладкие, но все равно грейпфрут это не мой фаворит. И что еще? Крыжовник. Ты понимаешь, фрукторианство это фрукты плюс ягоды плюс зелень. Это вот сочетание, да? Это достаточно больший объем, чем многие думают о фруктоедах. Фруктоеды появились в России, а фрукторианство из штатов появилось. И фруктоеды только лишь в России почему-то думают, что если фрукторианец, как я, употребляет протеин, употребляет зелень, ну, я еще водоросли каюсь, это не совсем может быть в формате, просто потому, что вкусно. Да, я вот вакаме как полюбил по-два года назад и не хочу от них пока отказываться. Ну, так что, что они считают, что они говорят, что это не тру, получается, или что, что ты не фруктоед? Да, по их меркам, но это по меркам русских и фруктоедов. Понимаешь, в чем разница? Слушай, подожди, у меня вопрос вот про про грейпфрут. Очень многие считают, что вот они могут есть всякую дрянь и, например, вот заедая ананасами либо грейпфрутами или на ночь это кушать, они худеют. То есть вызывает ли сам грейпфрут по себе похудение, если ты жрешь все подряд или там есть какой-то такой механизм, потому что я вот не понимаю логики. То есть за счет чего ты должен похудеть, если ты просто пьел грейпфрут? Слушай, у тебя я пытаюсь вспомнить, как называется это фитосоединение в ананасе, бромелайн, по-моему. Ну, что-то такое, да, которое что-то там, непонятно что, у тебя расщепляет мозг. К сожалению, к сожалению, забылось. Ну, в общем, да, есть якобы такие исследования, что вот именно этот бромелайн из ананаса способствует жиросжиганию. Но, вообще-то, если углубиться в физиологию, точнее, в биохимию, правильнее, в биохимию, то мы вспомним, жировые клетки наши окисляют не какое-то вещество, а приток через кровь кислорода. Вот как только кислород приближается, да, через кровоток к этой клетке, всё, она окисляет и выбрасывается нужная энергия. соответственно, это... Кислород этот берётся дополнительно, откуда вот этот эффект случается? Поэтому можно забыть абсолютно, что грейпфрут или ананас худят. То есть, там нет веществ. Нас худит сам плод. И в этом случае вообще не важно, ты будешь на мандаринах или на ананасе. Почему? Они по-твоему не помогают тому, что ты живёшь метаболизм? Что происходит? Чем фрукты помогают? Почему их надо есть вообще? Потому что кто-то не ест вообще фрукты, он боится. Почему надо есть фрукты? Пока не затерялось, очень правильно Дима подсказывает, он сейчас как раз на Тае не успел оттуда вовремя улететь. Фрут это плод. То есть, фрут на английском это плод. Поэтому плоды, конечно, бывают разные. Кабачок это тоже плод. Но, увы, это уже борщевые, то есть, это немножко другое. Но к этому мы ещё вернёмся. Значит, в плане как фрукты влияют на похудение, постройнение и на жирожигание. И метаболизм в целом, то есть, разгоняют они, не разгоняют, потому что ты считаешь, что фруктов тебя просто раз и разнесёт. То есть, ты там поел несчастный один банан, не дай бог на ночь, не дай бог вечером, всё, тебя разнесло. И вот я просто знаю людей, у которых, ну, до истерики, причём это могут быть парни, это могут быть здоровые мужики, у которых там базовая потребность это 2000 калорий, если на диване лежать, да, ты как бы, но они считают, что ты съел банан и потолстил. Что, что, давай разберёмся с этим вопросом, что делать вообще? На самом деле, ребята, вот теперь на этом вопросе вам и нужно, затаив дыхание, нас слушать, потому что это является самой главной темой сегодня. Что делают фрукты? Фрукты очищают нашу пищеварительную систему от залежей, да, конечно, они не так эффективны, как, например, корнеплоды, мы, ну, я надеюсь, что ты знаешь такой знаменитый салат тройчатка, тройчатка, сори, щётка, где капуста, свекла и морковь. Вот это стоит тебе пошинковать крупно, чтобы было крупно. Это великолепная такая щётка нашей пищеварительной системы. Она очистит от залежей. Чернослив, если чернослив натуральный, с хорошими бактериями, то тебя сразу пронесёт, и ты пойдёшь в туалет, быстренько очистишься. Вот это я точно знаю. Ну, это, знаешь, будем называть вещи своими именами, эффект поноса, он не очищает. Это другое. Ты понимаешь, это грубая клетчатка. Лер, в чём разница между, ну, например, помелом, мандарином и морковкой, и свеклой, неварёными, замечу, то, что там грубая клетчатка. Вот она будет как щётка. Во фруктах всё-таки мягкая клетчатка, и поэтому она в большей степени переваривается, усваивается. А там она неусваиваемая, поэтому она всё большим, ну, знаешь, как бульдозер пройдётся и очистит все наши складочки. Я думаю, для людей, у меня большая часть друзей в инсте, они как бы моего возраста, мне 29 и будет 30 в этом году, я надеюсь. И, соответственно, для многих даже не сомневайся. Да, с определённого возраста проблемы с запорами у людей бывают, проблемы с пищеварением, с дутием, ну, с дутием там разные могут быть варианты, но многие просто не могут сходить нормально в туалет, да, по-большому и себя очистить естественным образом. То есть, и как раз они избегают клетчатки и при этом могут есть мясо, пить алкоголь и ещё что-то делать, да, вот, но клетчатки избегают прямо вот как огня. То есть, ну, в любом случае надо же есть клетчатку, правильно, потому что как раз вот ты поел фрукты, нормально. Эти ребята, эти ребята бедняги, потому что не мочь ходить по-большому в туалет несколько раз в день это проблема. Если человек ходит по-большому один, ну, там, три раза за неделю, у него огромный риск, поскольку накапливаются каловые массы, самоотравление организма происходит и не очищается толстая кишка, это один шажок к раку толстой кишки. Поэтому эти... Потому что у тебя там вот эти массы задерживаются, это все-таки тоже провоцирует, да, потому что клетчатки... Конечно, конечно. Ну, внутри начинаются процессы гниения, к тому же, одно дело, клетчатка, которая будет питаться наша симбиотическая микрофлора, и эти микробы будут питаться и выдавать, кстати, нужные витамины и аминокислоты, в том числе нам помогать этим. А у человека, который на мясном питании, на варенке, у него нет этой хорошей симбиотической микрофлоры, потому что она подавлена, и там процессы гниения начинаются. Вот почему шажок до онкологии. Так, похудение. Это чуть-чуть геморрой, потому что тоже, если ты ходишь очень какими-то такими массами, которые плохо выходят, да, простите за подробности, но это тоже провоцирует, насколько я знаю, провоцирует различные повреждения сосудов, и приходится долго тужиться, сидеть, это тоже провоцирует какие-то проблемы в дальнейшем, и придется уже оперироваться, как бы перешивать уже. Ну, раз уж мы о такой теме заговорили, ну а что, это же естественные наши процессы. На самом деле, ну, хорошо упомяну из своего окружения такой пример, у меня, например, одна родственница, ее обнаружили, мертвой в туалете. Сами понимаете, то самое натуживание. Конечно, добавьте сюда ее пожилой возраст, добавьте ее загаженные, будем называть вещи своими именами, сосуды, потому что там наверняка были всевозможные тромбы, и в итоге, конечно, вот то самое натуживание, которое привело к повышенному давлению, отсюда и смерть произошла. поэтому жестко, жестко, но совсем не героический вариант, как-то из-за не очень эстичного, я так сказала. Но это для тех, кто из наших зрителей еще на мясном питании, потому что жиры оттуда захламляют пробками, огромными пробками, холестериновыми сосуды, и плюс вот эти процессы гниения, плюс эти пробки в пищеварительной системе, так что отсюда опасность. Но давай теперь переметнемся к более позитивному, к более позитивному. Вот скажи, вот ты любишь сладенькие, да, все-таки фрукты, ты любишь какие-то, может быть, более крахмалистые, то есть вот, которые прям приятно кушать такие. А я тебя озвучил, помело, мангарины, хурма, дыня. Я имею в виду, что ты все равно скажешь насчет вот именно сладких фруктов, потому что ты сам говоришь, есть разница. Вот есть грубые клетчатки, которые все-таки меньше будут усваиваться, этот какой-то сахар там в морковке, да, или в свекле. И вот есть у нас манго, такое сладкое, или там тыква сырая, или там батак. И ты это кушаешь, получается, в суровом виде, но все равно у тебя гликемический индекс будет немножко выше. Что ты скажешь, можно ли растолстеть просто потому, что бананы сладкие? Можно ли растолстеть вот в теории? Я приготовил еще один пример, он более позитивный. В далеком 2005 году я тренировал в планете фитнес одного мужчинку. и несмотря на мои, как сказать, не то, чтобы предостережение, мои напутствия, так, чтобы ты там обязательно плавал очень много, можешь играть в волейбол, как у меня это было в Турции, много двигайся, ходи на экскурсии и прочее, прочее, смотри, не объедайся, и он возвращается, плюс 5 килограмм. Да как так говорю? Я тебя отпускал с более-менее пониженным весом тела, и ты вернулся, вернулся с 5 килограммами. Да я ничего такого не ел. И начинаем разбирать. Ну, подумаешь, там, килограмм черешни съедал вечером. Ну, и что тут такого? Потому что... Подожди, но он кроме черешни то что еще ел? Он на каком питании был? В том-то и фишка. В том-то и фишка. Фрукты, когда начинают опасность представлять, когда они смешиваются с чем-либо, как в приеме, так и на протяжении дня. То есть когда в целом в рационе. Почему вот человек может питаться, как я, например, одними фруктами. То, что у меня там бывает один раз в день салат, и даже вакаме, как морские водоросли, это, я думаю, что здесь большой роли не играет. То есть, когда большой объем исключительно термически необработанных плодов, то никакой опасности набрать вес и даже повышенного уровня глюкозы в крови нету. В глюкозе мы еще вернемся. Почему нет набора жира, лишнего веса на таком питании? Да на самом деле, на самом деле причина проста. Когда смешиваются плоды, они, они ведь быстро у нас в пищеварительной системе усваиваются, от 20 минут до 45 минут. больше ничто из растительных продуктов не сравнится здесь по скорости усваивания. Только вода. Кстати, мы никогда не думали о воде, как растительном продукте. Спасибо. Вопрос. Даже если это быстро усвоилось, оно все равно как бы проходит сквозь тебя очень быстро. Точно так же. И тебе больше даже не хочется чего-то такого есть. Но у тебя же этот клиент, он же был всеярный, наверное? Или что он делал? Конечно. Конечно. Ну, я тогда был всеярный, и он. Он мог выпить, пойти там на отдыхе, правильно? А что он делал? То есть, все-таки это было, наверное, в купе, да? То есть, он поел молочки, и молочка заставляет вот эти крахмалистые какие-то углеводы, они заставляют откладываться в жире, правильно? То есть, сама по себе, ну, съел ты там килограмм черешни, хоть два, хоть три, ну, хоть обожрись, хоть обосрись, да? Вот. Но ты не потолстеешь, потому что съел там пять килограмм черешни на ночь. То есть, ты это с чем-то перемешал, и у тебя вот утром что-то было непонятное, вечером, днем, вот, там, на протяжении долгого времени, да, ты так ешь? Поэтому здесь ключевой момент, то, что у него мешанина была на протяжении всего дня. И поэтому, конечно, когда он и мясца поел, и там рыбы, и потом каких-нибудь десертов с молочкой и сливочным маслом. Да, вот мясо, рыбу, молочку, это вообще нельзя мешать, в принципе, даже за один день. То есть, они не перевариваются, это стандарт кошерный, что нельзя мешать разные животные руки в один день вообще, в принципе. И вот мы с тобой сейчас разобрали пример для людей на традиционном, пока еще, питание, да, где и трупы животные, и молочные эти, все выделения. В общем, когда это все смешивается в течение дня, это опасно. Тем более опасность, когда в одном приеме, потому что плоды, они должны легко, быстро перевариться в нашей пищеварительной системе. Но если человек, как привыкли, а на десерт, у нас будут фрукты. То есть, он тяжелая пища, варенки даже, съел перед тем, как плоды, она у него долго идет почти по пищеварительной системе. И тут он, фруктов, которые должны быстро пройти. Перевариваться все, и поэтому тоже вот эти, не переварились нормально, все как проскочило, да, и непонятно, что получилось. И они в итоге также начинают гнить, потому что они в пробку, знаешь, вот на автомобильном шоссе воткнулись в пробку, и все, и не могут перевариться. И все, начинают они тоже бродить. Понимаешь? Ужасно, ребята. Не, проблема, на самом деле, очень-очень приятная. Вот. Я думаю, многие не любят их обсуждать, но на самом деле, многие лектеры сталкиваются с этим, потому что нагрузка большая, на та же область. Вот. Никто не задумывается о том, что ты ешь очень много животного белка, а как это должно все перевариваться, за счет чего. Я, кстати, начала даже салат. Я вот раньше, например, салат к какому-то вечернему ужину добавляла, да, к каким-то там, к рису даже, или к гречке, к чему-то такому, объемному. Но сейчас я салат ем практически отдельно, потому что я понимала, что мне вот как-то не очень, я слишком наедаюсь, мне лучше съесть вот отдельными приемами, это все, и салат как-то даже лучше зайдет. Вот. Ты уже ощущаешь, ты наблюдала, видимо, за своим организмом. У меня просто, ну, мало кто знает, но у меня были очень серьезные проблемы, и до сих пор как бы остались некоторые из них, да, эти эффекты, с пищеварительной системой по определенным причинам. Соответственно, за счет того, что я бросила молочку, у меня больше не вздувается живот без причины, просто так. Вот. Но я последние пару лет все-таки добавила больше фруктов, каждое утро я пью смузи, и я стараюсь съедать хотя бы килограмм через день, потому что реально ты нормально можешь функционировать, у тебя другое какое-то состояние твое энергетическое, и ты можешь нормально ходить в хвалеты и никогда не задумываться о каких-то проблемах, потому что я думаю, все-таки у многих такие бывают вопросы, вот, я не буду заставлять вас признаваться, ребят, вы просто давайте подумаем об этом, потому что реально у взрослых людей это распространенная ситуация. Вот. И я хотела с тобой еще кое-что обсудить, мне просто после просмотра одного из видео я забыла, как зовут этого мальчика, очень известный мальчик веган. Он ведет там свой блог на ютубе, как положено. Ну, похоже на Нимая, только не Нимая, а вот кто-то другой. Хотя Нимая, может быть, мне кажется, тоже так делал. Они снимали видео, как они объедаются, там, 10 тысяч калорий, что-то такое, потому что там был... А-а-а. Ты, наверное, видел, да? То есть ты съедаешь тысяч калорий, но для мальчика это там более-менее, ну, терпимо, да? Вот. Более-менее тазик. Ну, да, вот. Я как раз задумалась, и мне в какой-то момент пришла такая мысль, потому что я вот делала раскладку по бэжу, по количеству калорий в моих смузи, да? То есть оказалось, что там где-то в среднем 600-700 калорий. Это достаточно много для завтрака, потому что я пью это, вот я проснулась, и иду это пить там, либо после тренировочки небольшая. Вот. И оказалось, что много калорий, и я просто понимаю, что вот мои, особенно девочки и клиенты, я не просто, наверное, в шоке, вот когда я им это говорю, что это нормально пить такие смузи, там 600 миллилитров, 600 калорий, да? Мне пришла одна мысль в голову, может быть, тоже привести некоторый эксперимент, питаясь там в районе, наверное, недели, 7 дней, питаясь смузи, где-то на 3000 калорий. Получается 5 смузи по 600 калорий. Вот. Это вот у меня такой план, я пока не знаю, когда я дойду до такого, вот, но бананы дорожают с каждым днём, ребятки. Да, есть такая засада. по сыроеду, вероятнее всего, да, либо чистый какой-то. Вот. То есть я подумаю на этот счёт, чтобы тоже по белку было более сбалансировано. И также я в эти смузи планирую добавить арахисовую пасту без сахара, то есть это чистая арахисовая паста будет, либо какой-то урбич, то есть произведённый желательно таким хорошим способом, без нагрева. И вот я хотела с тобой посоветоваться, что ты скажешь, ты вот тоже очень, наверное, сладкоежка, как и я, в прошлом. Сейчас поспокойнее. Что ты скажешь, вот если я буду питаться такой жидкой пищей, не принимая твёрдую пищу, как это отразится, потому что всё-таки клетчатка, она будет в другой форме, да, она будет по-другому усваиваться. То есть, что ты скажешь вообще насчёт этой идеи? Насколько это вару? А давай напомню, у меня доходило аж до трёх смузи в день. Ну, один из них был однозначно зелёный коктейль, потому что даже мне сладкое уже надоедало в какой-то момент. Поэтому зелёный коктейль был как раз спасением. Это тоже возьми на вооружение. Шпинат и прочие зелёные растения, зелень, это я думаю, ты найдёшь. Короче говоря, на этих смузи можно легко выдержать неделю, неделю легко, потому что у меня было три месяца. Причём... Подожди, давай поправочку, потому что многие жалуются, что вот они в холодном климате живя в Москве, да. То есть, сейчас тоже прохладненько, когда это было? Какое время года? А это была осень, начиная с октября. Октябрь, ноябрь, декабрь. То есть, вот если сейчас весной, не дожидаясь какой-то жары, да, и если я не лечу на какой-то остров райский, то есть, я тоже могу в Москве это пробовать, правильно? То есть, ничего страшного, такого не произойдёт. Не вижу взаимосвязи. На самом деле, я... И раньше-то не был зависим. Температура там и температура внутри меня, она не должна повышаться, ну, специально какими-то, не знаю, горячими супами. Для меня... Я просто не помню, кто-то недавно высказывал такое мнение, что сырые единия, оно якобы охлаждает тело. У тебя охлаждается тело? Ну, это по Аюрведе. А, понятно. Откуда ноги растут? Конечно же. Я на самом деле, даже зимой, вот когда арбузы-то в сентябре и октябре ещё есть, ты знаешь, и всё равно, приходя даже в прохладную погоду, пасмурную, я приходил, но думаю, не, наверное, сейчас не будет актуален прохладный арбуз, но стоит мне вот за 5 минут согреться, пока я там переоделся, умылся и прочее. Я согрелся, и всё, я готов этот арбуз покушать, и всё замечательно было. Каждый день, ребят, я так и делала. Меня долгое время, кстати, с них тошнило, несколько лет, потому что убрали арбузников, и у меня прям вот, прям такое, поступало же в горло, да, вот этот арбуз, я не знаю, что с ним случилось, но в прошлом году, слава богу, и каким-то образом, даже в обычном там, супермаркете возле дома, я нашла арбузы, которые в состоянии была есть. Вот, поэтому я вообще обожаю арбузы, у меня была даже детская пауза. Да ты вообще латентная фрукторианка. Ты крытая фрукторианка. Манго любишь, арбузы любишь, бананы любишь, всё. По утрам ты уже, который год говоришь, делаешь смузи. Я просто до истерика в детстве ела, и вот один раз у меня была аллергия с таза какого-то персика, потому что я себя иногда не контролирую, вот, у многих девочек было расстройство пищевого поведения, да, в жизни, я тоже себя иногда не контролирую, у меня тоже была разная там, аллергическая реакция на что-нибудь, вообще в разное время, абсолютно, причём, и во взрослом состоянии это было, поэтому, да, я могу объесться, я могу и этого арбуза, две штуки там съесть, то есть я вот один арбуз едаю за вечер, на ночь. Я не думаю, что это те арбузы, которые я ел, потому что у меня всегда по 8-12 килограмм арбуз, поэтому... Да, 8-10 килограмм, большой, не маленький декоративный, а вот такой прям арбузик хороший, да, вечером я могла его есть. Да брось, да даже я по половинке ел, уж я считал, какой у меня арбуз этот, живот как арбуз, но тем не менее. Я просто очень уставала, я тогда работала ещё по две смены даже, бывает там 7 утра, и ты приходишь в один свечер, ты тащишь, арбуз несчастный, и ты просто даже вот, тебе не хочется ничего, кроме трубки. Конечно. Ты съел этот арбуз, который где-то... Сколько в арбузе калорий? Давай посчитаем, сколько там, полторы тысячи, сколько, две... Вообще, вот Лер, я не знаю, почему ты всё ещё подсчитываешь калории, почему ты подсчитываешь белок. Я не считаю, честно. Никто не знает, даже был сегодня такой вопрос, не в личку, но я на самом деле не считала никогда калории, когда я набирала. И я это делаю, честно, просто ради людей. У меня вот в моей ПДФке есть... Да, если кто-то ознакомился с моей ПДФкой про питание, там как раз просто есть этот разбор с моим тоже там мнением небольшим, да, но это как бы разбор, это не я придумала, вот есть калории, есть количество углеводов, есть гликемический индекс, но самое важное, ребят, когда вы считаете вообще свой рацион, это гликемическая нагрузка, потому что гликемическая нагрузка учитывает три этих параметра, потому что может быть малой калории, но там какой-нибудь, не знаю, много углеводов при этом, да, то есть это разные вообще причем значения почему-то, я не знаю, то есть... Добавь еще сюда плотность пищи. Одна плотность у арбуза, он водянистый, и совершенно другая, ну, например, у манго, и совершенно третья у свеклы. Или у халвы. Или у халвы. У халвы тоже там где-то 2000 калорий, вот шоколадная халва, да, тоже 2000 калорий пачка, 400 грамм. Вот, поэтому как-то так. И вот у меня в этой ПДФ как раз есть разбор этой гликемической нагрузки, потому что я все-таки считаю, что, ну, непосредственно из-за манго потолстеть нельзя. Ну, технически, потому что мне вот хочется иногда закрыть людей, вот, и кормить их самостоятельно, и готовить, и посмотреть, как они в результате поменяются. Вот, я не знаю, ребят, давайте хату снимем, да, кто давно хотел похудеть, или давайте поедем куда-то, я с радостью вам буду готовить. Вот, скинетесь на продукты и на хату. Вот, я буду с радостью готовить, и реально поменяйтесь там. Через неделю, через месяц у меня просто были такие эксперименты, да, в основном там понятно с кем, то есть с мужским полом, и реально, то есть у мальчика в 26 лет целлюлит на пузе, который исчезает за пару дней. Ребят, а что вы жрали до этого? Вот у меня вопрос. Как вы так питались, что у мальчика в 26 лет может быть целлюлит на пузе? То есть, или там у девочки какой-то тоже молодой, да, то есть там, откуда вообще этот лишний жир? И вот некоторые говорят, просто есть тоже такое мнение, что ты такой родился прекрасный, замечательный, худой, идеальный и накачанный. То есть, как бы, кто из вас родился накачанный, ребят? Ты родился накачанный? Абсолютно нет. Наоборот, каждый миллиметр моих мышц это тяжелый труд. Тяжелый труд еще и набивать живот плотной пищей, большой плотностью. Кстати, был у меня удивительный, как раз для меня было удивительное наблюдение, когда на протяжении трех месяцев, август, сентябрь, октябрь, я каждый вечер, практически каждый вечер арбуз съедал. И это было очень часто после тренировки. И я думал, как так? В традиционном фитнесе, бодибилдинге, однозначно, после тренировки должен быть протеин, хотя есть сомнение, что традиционные, ну, то есть, профессиональные бодибилдеры пьют какое-то спортивное питание. Скорее всего, они просто его рекламируют. И потом еще он должен съедать килограмм-полтора пищи в виде того же белого риса с куриной грудкой, ну, чего-то такого плотного. Творог на ночь, это обязательно, творог на ночь, то есть, протеин на молоке обычно надо мешать, да, на корове, полный пакет всегда. Полный пакет. И тут арбуз, в котором минимум аминокислот, масса воды, практически никакой клетчатки, зато сколько глюкозы. И в то же время я рос. Вот как это можно объяснить? Поэтому, ребят, то, что мы делаем нашим вот опытом, я, ты, Лера, есть еще Даша Василец, надеюсь, еще с нами на эфире Дима Горбунов, вот такие веган-тренеры, веган-фитнесисты, мы показываем этому миру как возможно, да, на нашем питании. На себе пробовать просто все, а не говорить, что это невозможно, потому что я вот 10 лет это пробую, 10 лет, и я тоже, как бы, ну, у меня не было никаких заявлений изначально, да, то есть, я просто пошла и начала это пробовать. Соответственно, сейчас у меня уже есть некоторая система на этот счет, и уже какое-то понимание, что делать, что не делать. Аналогично. Она тоже трансформируется, то есть, ну, не факт, да, то есть, ну, сейчас она более-менее оптимальная, подходит для многих, как бы, любителей. Аналогично. Я тоже рад, что у меня накапливается этот опыт. Правильно? Что говоришь? Белки есть во всем. Правильно? Конечно. Там, конечно. Они там, в чем угодно, там, в масле только, нет, в чистом, в подсолнечном, вот, рафинированном, а так вообще во всем есть белки, то есть, и в арбузе тоже есть определенный набор аминокислот. Аминокислоты? Они, кстати, есть. Как? Семечками люблю есть. Семечки. Это нехорошо, наверное, но я прям обожаю. Знаешь, там тоже, я думаю, аминокислоты. И я все яблоки съедаю полностью не с черенком, но с этой сердцевинкой тоже. Я читала, что буддисты... Вот тут я тебя понимаю. ...едят эти семечки. Вот. И вообще, как ешь? Ты любишь там, например, морковку с кожурой есть? Или ты семечки то же самое, ну, выкидываешь, может быть, кто из винограда выковыривает? Вот. Ты их съедаешь, они тебе вот как по вкусу и по ощущениям полезны? Нет вообще? Из винограда чаще всего я не выбрасываю. Ну, когда много ешь винограда, тогда, конечно, косточка уже надоедает и начинаешь ее выплесывать. Но чаще всего нет. Из мандарина выбрасываю, из яблок 50-50. Но я, кстати, мандарин с кожурой ем часто. Вот апельсины мандарины я люблю, когда хорошие... Да ладно! Я обожаю. Она иногда такая вкусная, особенно у красных сицилийских апельсинов. Вот. Я все ем с кожурой практически, кроме кокоса. Нет, я бы не рискнул. Вот здесь здравый смысл безопасности продуктов, у меня прям на первом месте выходит. Потому что, видишь ли, их опыляют, обрабатывают при перевозке, для перевозки и еще во время нахождения здесь, в магазинах. На этих складах мало ли кто там из крыс бегал, поэтому даже если помыть, даже если подержать в ионизированной воде, которую можно за ионизировать вот таким, вот такой вот бутылочкой в ион. Тем не менее, это все, наверное, не очень спасет, поэтому я бы не рискнул. Яблоки с кожурой, морковь, ну, бывает иногда корнеплод я съедаю, вот в виде морковки, да, иногда там, знаешь, съешь, съешь вакаме, вакаме съедаю, а потом хочется чего-нибудь такого твердого, ну, и тогда одну морковочку заточил, а так, ну, ее все равно я очищаю, разумеется, а так больше, наверное, никаких таких особенностей. В яблоке, косточке, содержат фитиновую кислоту, поэтому, чтобы она не отравляла, по-моему, фитиновая кислота или синильная. Я вареноксус. Как? В орехах я знаю такое есть. Да, ну, ладно, не буду, не буду утверждать на все 100%. Яблоки, подожди, вот у нас осталось полторы минуты ровно, да? Ух ты, не будем продолжать? Ну, я думаю, мы сейчас уже заканчиваем. Мне нужно дополнительно как-то плавно входить в этот челлендж на смузи или не нужно? Тебе нет, ты уже готова. Правильно. Окей, да, можно войти и все, привет, ребят, у меня тут 10 килограмм бананов и все, и поехали. Ну, ты можешь банан заменить финиками, не забывай, они такие же сладкие. Я буду туда добавлять и, наверное, я у тебя буду тоже спрашивать советы, как готовить смузи, потому что я вот один гид люблю, но, наверное, придется учиться большему виду, хотя я знаю много рецептов, но мне просто вот один нравится. Окей, конечно, во благо. Мне что-то нужно будет делать дополнительно? После? Да, вот я вышла из этого челленджа со смузи, мне надо что-то делать дополнительно? Да нет, я не считаю. Смузи – это не голодание, поэтому во благо. Ну, да, я не хочу голодать. Короче, окей, ладно, я постараюсь, наверное, все-таки заняться этим челленджем. Я буду... Давай, с понедельника. Я подумаю, потому что, ну, просто надо другое еще какое-то там закончить, вопрос, да, с питанием тоже, вот, и тогда уже надо просто серьезнее подойти, оценить материал тоже. Окей, спасибо тебе, Роман, большое. И тебе тоже. сегодня прощаемся. Большое спасибо за консультацию, там, если какие-то вопросы есть, ребят, напишите, мы это, может быть, тоже сейчас озвучим потом, ладно, окей, в сториз. Да, спасибо и тебе, спасибо всем зрителям, кто был с нами. Пока, Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok